Депутат ЗАГС Собрания Кировской области и хозяин торговой сети «Глобус» Олег Березин арестован. Решение о задержании народного избранника вынес Басманный суд Москвы. Березин был допрошен следователями по делу о хищении средств Уржумского спиртзавода. Напомним, сейчас проводится расследование уголовного дела о растрате 25,5% акций этого предприятия. По данным следствия, общество с ограниченной ответственностью партнеров, входящие в группу компании «Система Глобус», в свое время приобрело эту долю при посредничестве бывшего директора Кировского департамента госсобственности Константина Арзамасова. Он, кстати, сейчас находится в международном розыске. О том, что еще произошло в городе и области, расскажем в подборке коротких видеоматериалов. Избавиться от коптящих пазиков предлагают кировчане. На сайте ЮПолис проходит голосование с призывом провести массовую принудительную внеочередную проверку городских автобусов. По словам инициаторов, голосование в городе все больше коптящих автобусов. Они делают невозможным передвижение на велосипеде, снижают эффект усилий и затрат по озеленению города и негативно влияют на здоровье населения. Инициаторы уже подготовили два обращения в городскую администрацию и ГИБДД. Отправить обещали в случае, если будет поддержка минимум 50 человек. Сейчас число проголосовавших равно 90. Вятской епархии не удалось отсудить бывшее здание протезно-ортопедического предприятия на улице Карла Маркса, 28. Накануне суд отказал в его передаче вятской епархии. Несмотря на то, что судебное решение в полном объеме пока не зачитано, уже понятно, что здание на перекрестке улиц Карла Маркса и Розы Люксембург остается в управлении Кировской медакадемии. В феврале этого года медакадемия заключила договоры на охрану объекта, оплату коммуникации и реконструкцию здания. На это уже потрачено больше миллиона рублей. В будущем здесь планируют разместить новый учебно-научно-методический комплекс академии. Сегодня на Театральной площади начал работать пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке. Организаторы, а это блогеры, собираются принимать вещи ориентировочно до 2 сентября. Сейчас пункт требуется волонтеры. Их задача сортировать и упаковывать вещи. Также нужны мешки, коробки и скотч. В прошлом году на Театральной площади работал пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших в Крымске. В итоге собрали больше 20 тонн вещей. В этом году наводнение произошло в Амурском районе на Дальнем Востоке. Разлив реки Амур продолжается уже несколько недель. По информации федеральных СМИ, сейчас общее число пострадавших от паводка уже достигло сотни тысяч человек.